Здравствуйте, это канал Процветок, и с вами Пашкевич Анна. И сегодня мы поговорим на вечную тему, которая крайне актуальна и волнует постоянно всех огородников, садоводов, всех любителей и профессионалов, и носит свое название как пикировка. Слово пикировка пришло к нам из французского языка. По-французски пике означает палочка, поэтому именно палочки или любые палочковидные предметы используются нами, как правило, при пикировке. Вы можете спросить, что важного или нового вы откроете для себя из нашего видео о пикировке. Но существуют маленькие нюансы, которые характерны для томатов, для баклажан, для перцев именно в процессе пикировки. Поэтому посмотрите это видео до конца и обязательно порадуйте нас подпиской и лайком. Итак, давайте разбираться по порядку. Если мы будем говорить о сроках пикировки, то в более ранних видео я говорила о том, что оптимальным сроком пикировки любого растения, будь то томат, перец или баклажан, будет являться формирование первого настоящего листочка. Именно первый настоящий листочек будет сигнализировать нам о том, что все, пора проводить пикировку. Потому что именно при формировании или закладке первого настоящего листочка, также одновременно закладываются генеративные или цветочные органы, а как мы знаем, любой цветок впоследствии даст начало плоду. Поэтому если мы затянем со сроками пикировки, и когда наши растения уже сформируют второй, третий настоящий листочек, и когда они будут прижаты друг к другу, им не будет хватать как минимум света, то, к сожалению, качественные цветочные почки не заложатся, и мы сразу недополучим в урожае. Вторая особенность, которую хотелось бы упомянуть в данном видео, это обильный полив земляного кома, из которого мы будем вести пикировку перед началом данного процесса. И также не лишним будет наряду с проливом грунта опрыскать наши растения. Чем же мы будем опрыскивать? Возьмем любой антистрессовый препарат, например, тот же эпин. Можно взять циркон, можно взять янтарную кислоту, будем вести приготовление раствора, исходя из тех рекомендаций или инструкций, которые мы найдем на упаковках данных препаратов. И опрыскивание наземной части лучше вести за несколько дней до начала пикировки, оптимально за 5 дней. Третья особенность, которую обязательно необходимо соблюдать при пикировании, это объем того стакана или той емкости, в которой будет расти наш будущий урожай. Поэтому обязательно подбираем стакан или любую емкость объемом минимум 400 мл. Именно такого объема будет хватать для того, чтобы хорошо развилась и в должном объеме сформировалась корневая система. И, соответственно, этого объема стакана будет достаточно также для удерживания наземной или вегетативной части наших растений. Что же касается таких растений, как, например, перец или баклажан, которые крайне негативно отзываются на любое травмирование корневой системы, то здесь я предлагаю прибегнуть к небольшому лайф-факу. Факу? Лайф-факу! Хаку! Что же нам необходимо сделать? Нам нужно взять наши пикировочные стаканы, вставить один в другой, но тот стакан, который мы вставляем в другой, предварительно разрежем по всей его длине. Сейчас я, подожди, достану, он у меня застрял. Сейчас достану. Таким образом мы получим такие вот две рассоединяющиеся части. И после того, как наша рассада будет сформирована, когда придет время переноса ее на постоянное место жительства, мы возьмем, просто достанем наш стакан, рассоединим две половинки, и тот земляной ком, тот корневой ком, мы перенесем уже в лунку на постоянное место жительства. И поверьте, ни перец, ни баклажан, они даже не заметят о том, что они были пересажены из стакана, например, в теплицу. Четвертая особенность, которую необходимо предусмотреть при пикировании, это глубина заделки наших растений. Если для томатов желательно заглубление рассады до семядольных листьев, для того, чтобы наращивались дополнительные корни, то для перца и для баклажана данный прием неприемлем, поскольку ни перец, ни баклажан, к сожалению, не формируют в достаточном количестве предаточных корневых корней от стебля. Они вообще плохо отзываются на любое заглубление. И поэтому, когда мы берем растение перца или баклажана, смотрим на длину его подсемидольного колена и максимум заглубляем на 1 третью часть. Это будет являться оптимальной глубиной заделывания нашего растения при пикировании. Пятая особенность, которую следует предусмотреть при пикировании рассада, это состав того грунта, в который переместится наше растение на ближайший месяц. Поэтому обязательно заботимся о хорошем составе грунта, смотрим на содержание азота фосфорокалия. Если мы понимаем, что там элементов питания недостаточно, то вносим их самостоятельно по тем схемам, которые мы уже неоднократно озвучивали на нашем канале. И не забываем добавлять разрыхлитель. Разрыхлитель будет способствовать хорошему воздушному обмену в корневой зоне. И также разрыхлитель будет способствовать более интенсивному разрастанию корневой системы. Потому что когда корневая система растет по прямой, она не развивается так интенсивно. Но стоит корневой системе наткнуться на какое-нибудь препятствие, например, в виде вот этой вот гранулы разрыхлителя, она начинает ее оплетать или обходить. И таким образом площадь корневой системы, суммарная длина корневой системы увеличивается. И, соответственно, нарастание корневого объема также увеличивается. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале про цветок. Не забывайте про подписки и лайки. До новых встреч!